В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Построят всех. Лето – традиционная пора информационного затишья, но в Самаре уже который год эта журналистская аксиома не работает. Вот и на этот раз нашлись поводы для жарких дебатов, которые, что-то мне подсказывает, еще не скоро стихнут. Ну что ж, этого следовало ожидать. Слишком много интересов затрагивает документ, проект которого вынесли на публичное обсуждение. Речь о правилах застройки и землепользования, чья разработка вышла на финишную прямую. Попытаюсь перевести смысл идущей процедуры с казенного языка на русский. Правила застройки и землепользования, коротко – ПЗЗ – это важнейший документ, который, по сути, определяет всю городостроительную политику Самары. То есть намечает, где быть городу-саду, где небоскребом, а где тем же детсадам и школам. Определяет правила игры здесь и сейчас, в отличие от не менее важного генерального плана, который рисует то, каким мегаполис должен стать через много лет. Не удивительно, что реакция от строительного сообщества, которым и предстоит работать по новым правилам, последовала незамедлительная. Первая же встреча прошла крайне эмоционально. И разработчики проекта, и городские чиновники говорят, по-другому просто и быть не могло. Задача, наверное, разработчиков над этим документом – всех по возможности примирить. То есть вы не боитесь дискуссии? Я к ним привык. Любой документ вызывает огромное бурное обсуждение, когда тысячи, сотни тысяч собственников с разными интересами, порой абсолютно противоречивыми, попадают в одну зону регулирования. Один хочет, купил несколько или там один участок в шесть соток, чтобы построить там десятиэтажный дом. А рядом люди живут в жилых домах индивидуальных и ни сном, ни духом не чуяли, что тут возникнет такое чудо. Им совсем неприятно. А тот реализует права, которые заложены, например, были в генеральном плане или в тех предыдущих правилах нарисованы на уровне этой жилой застройки индивидуальной. Мы таких примеров достаточно много имеем. И сейчас, в то время, когда необходимо провести ревизию этих ситуаций. Такая ревизия впрямь не помешает, ведь, как дружно признают эксперты, старые правила, которые были приняты еще в 2001 году, почти с самого начала научились ловко обходить. Они даже были прогрессивными. Беда тех правил, что они почти сразу перестали исполняться. Их начали корежить под определенные интересы. Тут, в общем-то, секрета нет. Пройти по нашему городу, да, та же историческая часть, она в основном состоит из градостроительных ошибок, да, когда перекрывается свет живущим людям здесь, вот те, которые живут 10 и 20 и 80 лет на этом месте. Да, вдруг вот пришел кто-то и сказал, а я вот хочу на этом месте даже не жить, а заработать. Вот, поэтому правила эти нужны. Мы же не можем заполонить город одними небоскребами. Я понимаю, что прекрасный вид на Волгу, на Жигулевские ворота. Но, тем не менее, надо соблюдать, заработать на этом. Да, мы должны все-таки соблюдать какие-то снипы, нормативы. Сегодня понятно, что мы пользуемся правилами 2001 года, где есть какой-то определенный люфт для коммерсантов. Они могут, естественно, и пользоваться вот этой возможностью. Я могу привести, как пример, это Солнечный микрорайон, Шверника 5, Солнечная 25. При прежней власти, это видно при Тархе Викторе Александровиче, было выдано разрешение на строительство. Сегодняшний день, к сожалению, воспользовавшись, наверное, старым ПЗЗ, генеральным планом городского округа Самара, там возводятся многоэтажки. Жители двора на Солнечный и Шверника, это он оказался в эпицентре незваной стройки, не сомневаются. Новые правила, призванные навести порядок, давно нужны. Ведь эти невесть, откуда взявшиеся высотки, свет в окне им загородили. И подъезды к домам перекрыли. Да давно уже пора навести порядок. Что, строим, строим. Ни детских площадок, ни стоянок, ничего нет. Это безобразие. Вот, мы живем вот в этом доме, это бесконечное рытье каналов, вещи там прорывают. У нас уже пять раз здесь рыли, рыли, рыли. Здесь все время прорывают трубы. Все время, вчера там вообще все провалилось. Мы очень против вот этого дома. А думаете, он заселится? Нет. Вот дом построили. То же самое. Люди на эти вставали прям, на машины, вот в груди вставали. Никто не послушал. Он не заселенный вообще половины. Нужен подобный документ? Ну, конечно, нужен. Чтобы вот так самовольно не воздвигали же, в свою пользу, в свою выгоду. Да. Ну и с одной стороны, и жилье тоже не мешает же. Ну, как-то надо сочетать, чтобы и садиков побольше надо. Люди признаются, им вдвойне неприятно такое соседство. Ведь когда еще в советские времена они сюда переезжали, им обещали построить детский сад. А теперь на его руинах возводят нечто многоэтажное. И детям приходится играть чуть ли не под строительными кранами. Тут была эпопея. Один кран тут стоял, его разобрали на металлом. Потом опять начали строить. Тут несколько раз принимали садик, раза три надо строить. А под конец все разобрали, распилили. Ну, если бы садик здесь был бы, вообще было бы замечательно. Были бы довольны. Ну, дом, конечно. Мы когда здесь квартиру смотрели, этого дома не было. Если бы мы знали, что здесь дом будет строить, возможно, мы бы не купили бы здесь квартиру. И таких примеров в Самаре масса. Понятно, что от вольной трактовки старых правил больше всего пострадал исторический центр. Кстати, среди петербуржцев, позволив себе лирическое отступление, известных своим трепетным отношением к наследию, приняты дома, построенные в советские времена среди особняков 18-го и 19-го столетия, называть слезами социализма. Центр же Самары, середина 90-х, зарыдал слезами капитализма. Принцип рентабельности до банального прост. Чем выше здание, тем больше денег. И это признают сами строители, которых напугала возможность того, что после принятия новых ПЗЗ, им уже не дадут лепить этажи, как рубль на душу положит. Мы начинаем считать экономику и, конечно, пытаемся уже аккумулировать финансовые ресурсы. И вдруг, допустим, через 3-4 месяца, скажут, этажность понижена, что, соответственно, рентабельность этого проекта снижает. На маленьком участке выжать из него максимум ценностей можно, построив а. очень высокое здание, б. очень комфортное здание для того, чтобы оно обладало максимальной стоимостью при продаже. Рынок есть рынок. И любой застройщик, здравомыслящий, конечно, исходит из коммерческой выгоды. И никак ему в этом помешать нельзя, иначе он вообще ничего строить не будет. Понятно, что зарабатывать на новых проектах, возведенных в центре города, можно и нужно, не только увеличивая этажность. Есть же опыт и других российских городов и Европы. Но зачем идти длинным путем, когда и при Лиманском, и при Тархове ларчик открывался довольно просто. О том, что город теряет уникальные памятники, понятно, никто не думал. Иногда, как в случае с Маяковским спуском, который компания Golden Cherry намеревалась застроить, удается помешать этим планам. Городские власти выиграли суд, и теперь на радость местным жителям здесь ничего нельзя возводить. Но вот такой хэппи-энд не всегда возможен. К сожалению, значит, эти застройщики, они в судах находят понимание. Яркий пример Виломской, 44. Это там, где стоял особняк Энгельгарда, который был разрушен трансгрузом. И сейчас вот они собираются 33 этажа строить в исторической части города. Катастрофа. Очередная катастрофа. Вот это строили люди очень небедные. Но они объявляли конкурсы. Вот не жена Марья Ивановна диктовала свои условия. Они объявляли конкурс архитекторов, даже дизайнеров. Вот поэтому мы ходим и любуемся. Большинство творений наших современных застройщиков, к сожалению, никогда не станут объектами культурного наследия. Хорошо, если 50-70 лет эти дома простоят, а может и нет. То, как это строится, с каким качеством. Вот тот же преснопамятный Чубшев. Я не знаю, сколько простоит этот дом. Который, в общем-то, в прямую на костях построен. Там же сгорел дом, поджог был, и два трупа было. Потому что деньги, они же ум не компенсируют, к сожалению. Если человек что-то сейчас не видит дальше своего носа и дальше сиюминутной наживы, ну, он поймет через какое-то время, что был неправ. Знаете, я вот с одной организацией строительной... Ну, как так получилось, да? Там, в Ленинском районе они хотели на месте детской площадки построить нечто безобразное. Когда все из страсти улеглись, все спокойно, вот сейчас это тьфу-тьфу невозможно, разговариваю одним из работников. Ну, таких немелких работников этой организации. И он с придыханием говорит, Толстый Ген, как вы правы. Я знаю, он ходит периодически и любуется вот домами именно в старой исторической части города. То есть последние 20 лет Самаре тяжело дались, я так понимаю, историческому центру, да? Я думаю, что последние 20 лет для Самары были не меньшей утратой. Я даже не могу вспомнить в истории Самары, когда были большие утраты. Реально. То есть для, например, Лужковской Москвы утрата объектов культурного наследия, вообще зданий была в количественном отношении больше, чем в годы войны Великой Отечественной. Для Самары, я думаю, это более пагубная цифра. Виталий Стадников до того, как стать чиновником, стал широко известен в профессиональных кругах благодаря своим идеям, которые позволят и культурное наследие сохранить, и приспособить его под современные условия. Тот же нашумевший проект 79-го квартала, который взял призы на международных конкурсах, по задумке должен примирить дух старого города с желанием выжить максимум прибыли из квадратного метра. При этом не ломай архитектурный облик купеческой Самары. Посмотрим, как эта весьма симпатичная мне затея будет реализовываться на практике. Параллельно по заказу Минкульта уже разработаны и разрабатываются охранные зоны памятников, где будет много жестких параметров от этажности, плотности застройки до высоты ограждения и даже ее прозрачности. Этого раньше в городе никогда не было. Не может центральная часть города жить без этих зон. В любом нормальном развитом городе, в том числе российском, эти зоны охраны существуют. Мало того, они являются стимулом к повышению качества застройки. Возьмем Ульяновск, например. Что нам равняться с Ульяновском? Там всего лишь 200 объектов культурного наследия. Но совокупность зон охраны покрывает большую территорию, чем даже весь наш исторический центр. В основном это зона ограничения в рамках исторической части до Красноармейской отстрелки. То есть 81 зона охраны памятников. Узаконенные зоны. Их статус – это такой же статус, как у санитарно-защитных зон предприятий. Это особый статус. Мы к ним отношений не имеем. Мы их принимаем как данность. Они были утверждены еще до разработки правил землепользования и застройки. То есть они, что называется, свежие? Конечно. В этом вся петрушка. Что у нас в городе не был пример в таких зонах. И люди не понимают пока, как к ним относиться. Нужно привыкнуть. Что же касается новых правил застройки землепользования, которые вызвали бурную дискуссию, статуэтажность здесь имеет такие же ограничения, как и в старых нормах, объясняет Виталий Стадников. Ничего не изменилось. Так, к примеру, в зоне Ж3 строить нельзя выше 24 этажей. В Ж4 – 9. Просто эти правила следует исполнять. И на данный момент происходит фактически преемственное отношение к этим правилам, уже существующим. Я считаю, надо просто жить по закону. Если у нас есть регулирование, заложенное в ПЗЗ, надо его выполнять. Если есть генплан, надо его реализовать. И их личное отношение, этих людей, к тому, что является памятником, а что не является памятником, это их личное дело. Я с уважением отношусь. Равно как и к мнению любого больного, лечить ему зуб или не лечить. Но стоматолог решает, что его надо все-таки, наверное, лечить, чем оставлять гнилым, иначе это нанесет организму урон. В том же убеждена и Алла Дзюмина, защитник культурного наследия с многолетним опытом, уверяет, нет памятников, которые нельзя было бы восстановить. Было бы желание. Ведь уже упомянутый особняк Клотта, гордость и одна из визитных карточек Самары, которая ныне украшает улицу Койбышева, тоже ведь на рубеже смены эпох чуть не канул в лету. Вовремя спасли. Здесь в одном месте из помещения небо было видно. То есть оно было не просто в разрушенном, почти в руинированном состоянии. А сейчас это вот такой вот сказочный домик, пряник. Все можно восстановить. Не просто можно, мы обязаны спасти. Поэтому нам очень нужны правила. Теперь проект этих правил будет направлен в комиссию по застройке землепользования, а затем ляжет на стол мэра Дмитрия Азарову, который уже пообещал всем сторонам, что компромисс будет обязательно найден. Градостроительная политика – это не та сфера, где нужны какие-то колебания, там и справа, влево, шарахания. Потому что это очень серьезно и, в первую очередь, негативно сказывается на развитии любого города. Поэтому преемственность должна быть обеспечена. Мы сегодня услышали мнение коллег, мы услышали их замечания, предложения, и они, безусловно, будут учтены. Значит, этот документ будет продуманным, эффективным. Эксперты предполагают, что новые правила будут утверждены не раньше конца осени, ведь им еще предстоит пройти через публичное слушание. По старой самарской традиции, это мероприятие не обходится без сборных споров, так что тема обещает оставаться и острой, и актуальной. С меня новые подробности. А закончить программу позволит цитата Эльдара Рязанова, режиссер «Легенды» и «Наш земляк, побывав в Самаре, сказал, меня восхитила ваша набережная и вообще старый город. Его улицы – старинные особняки. Берегите его и ни в коем случае не давайте сносить. Это невероятная ценность, вы должны за нее бороться. Я видел новые дома, они безликие». Тут, правда, Эльдар Александрович высказался более красочной, чем я могу позволить себе в эфире. «А старые дома, они живые. И чем они старше, тем отчетливее проступает в их лицах индивидуальность. Ее надо ценить». Конец цитаты. Присоединяюсь к вышесказанному и прощаюсь с вами. Удачи, увидимся.